Люди, несмотря на физические особенности, могут быть успешны. Это доказал белорусский студент с ограниченными возможностями, завоевавший бронзу на международном конкурсе профессиональных навыков во Франции. Он стал третьим в номинации администрирования и управления сетевой системой. О желании, трудолюбии и вере в себя в материале Анастасии Винчо. Саша в профессии всего 5 лет, а кажется, что целых 20. Он без труда восстановит любую сеть, а если надо, починит и сам компьютер. Такие гипернавыки не дались легко. Его профессионализм – это каждодневный труд, который Саша умудряется совмещать с учебой, работой и семьей. Три месяца назад он стал папой. Целый день дома практически не бывает. Только с утра ушел на работу, и только поздно вечером приходил домой. Это тело надо любить. Любить не понимать. От работы получать удовольствие. Как итог, первый на курсе. И это несмотря на свою особенность. Окружающий мир Саша может воспринимать только с помощью слухового аппарата. А недавно парень и вовсе стал третьим в мире по навыкам системного администратора. Во Франции прошли своего рода олимпийские игры по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями. В тот момент мне не страшно было. А вот что-то хотел попробовать войти, проверить, насколько я знаю. В отличие от своего подопечного, куратор Валерий Николаевич не спал несколько ночей подряд. Как тренер собственной IT-команды, он грамотно составлял стратегию игры. В гостинице до двух часов ночи совещались, обсуждали задания, что делать, как делать. В этом году Беларусь впервые присоединилась к международному движению «Обилимпикс», участники которого вот уже более 40 лет доказывают, что особенные люди по-особенному важны. Главное поверить, как это 20 лет назад сделала мама нашего героя. Я буду, как все, говорить, слышать, с помощью звукового брата больше возможности, что у меня было.